Первый день весны всегда ассоциируется с чем-то новым и увлекательным. Это важное событие, из которого можно почерпнуть много интересного и полезного. Поступление в ВУЗ как раз из этой серии. 1 марта в Казанском федеральном университете дан старт приемной кампании. Это касается иностранных абитуриентов и студентов, желающих поступить на направление подготовки магистратуру. Но обо всем по порядку. Граждане других государств, начиная с 1 марта, могут начать подавать документы для поступления на бакалавриат, специалитет и магистратуру. Для иностранных граждан мы определили первую волну внутренних вступительных испытаний. Это середина мая. В ближайшее время на сайте появится расписание проведения этих экзаменов. И абитуриенты смогут ознакомиться с графиком и пройти уже внутренние вступительные в течение первой волны. По словам ответственного секретаря приемной комиссии Александра Бибика, 2023 год полон нововведений. Так под изменения попал внутренний русский язык. Для иностранных граждан, поступающих по отдельному конкурсу в рамках приложения номер 4, это отдельный конкурс, русский язык в этом году впервые будет проходить не общеобразовательный русский язык, а русский язык как иностранный. Но это ни в коем случае не уменьшает значимость и сложность экзамена. Просто экзамен адаптирован именно для граждан, которые изучали русский язык не как родной. География поступающих из-за рубежа довольно обширная. По данным предыдущих лет, лидирующие страны это Китай, Туркменистан, Казахстан, Узбекистан, реже Латинская Америка, США и другие. В этом году абитуриентам предложено нововведение, касающееся документов. В этом году не нужно подавать согласие о зачислении, в том числе и для иностранных граждан, поступающих на места в рамках отдельного конкурса. И заявление теперь будет единое. То есть раньше мы брали заявление на каждую конкурсную группу, на каждое направление отдельности. Теперь это будет одно заявление, в котором будет перечтено, будут перечтены те направления, на которые абитуриент планирует поступать. С 1 марта текущего года абитуриенты, желающие стать магистрами, могут подавать документы до официального выпуска. У выпускников-бакалавров есть возможность реализовать право на обучение в магистратуре за счет бюджета Российской Федерации. По словам Александра Бибика, ранней старой приемной кампании сделан для удобства студентов. Для того, чтобы ребята, которые на сегодняшний день еще и являются студентами, смогли уже определиться с выбором направлений, смогли уже определиться с тем институтом, в который требуется обратиться за консультацией, возможно, за дальнейшей подачей заявления. И правила приема позволяют в этом году принимать заявление без реквизита документа образования. 25 июля завершается прием заявлений от поступающих по всем видам конкурсов и профилей подготовки. Подача необходимых документов осуществляется через социально-образовательную сеть «Буду студентом». В рамках системы также действует чат, где можно задать интересующий вопрос и получить подробный ответ. Виктория Бояринцева, Карина Саяхова, Фарид Захид Углы, Универ Ньюз.